Украинские правоохранители сделали кое-какие выгоды, они похоже забеспокоились из-за того, что российские спецслужбы чувствуют себя в нашей стране ну очень уж вольготно. По крайней мере, генпрокурор Юрий Луценко отчитался о поимке целой банды, планировавшей похищение человека в Украине по заказу из России. Причем в составе этой банды был и действующий сотрудник полиции, начальник одного из райотделов. Именно он, используя свои связи в преступном мире, и должен был выполнить этот заказ. И прямо сейчас Денису Ярославскому, именно так зовут подозреваемого начальника Обуховского райотдела полиции Киевской области, в суде выбирают меру пресечения. В деталях криминально-полицейской истории разбиралась моя коллега Елена Митясова. Три, два, один, работай! Это кадры задержания банды похитителей в столице. Злоумышленники, тандем криминала и оборотней в погонах. За 17 миллионов долларов группировка, сообщает прокуратуре, обязалась похитить и вывезти в Россию бизнесмена, бывшего гражданина Российской Федерации. Авансом получили 100 тысяч долларов. При передаче денег их и задержали. Мы затримали керевника территориального одного подраздела полиции, а также группу СИП. Семьям наразе предъявлено подозр. Ни имен, ни фамилий правоохранители не разглашают, но СМИ удалось кое-что разузнать. Целью похитителей был Владимир Крупчак, владелец Обуховского картонного комбината. В прошлом депутат Госдумы, член партии «Единая Россия», полковник российской армии. В 2007-м из-за корпоративной войны с миллиардером Олегом Дерипаской. Бежал в Украину, получил гражданство и обзавелся бизнесом. Позже фамилию жертвы подтвердили в суде. Сведение старых счетов или другой мотив правоохранителям предстоит выяснить, как и то, давно ли начальник Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский промышляет похищением людей. Было изъясовано, что правоохранитель, имея связь в криминальных колах, запропонувал свои послуги по выкраданию потерпевого. Мы имеем беззаперечные доказы злочинной деятельности, беззаперечные доказы намерев по выкраданию люди и доказы отримания грошовых коштей. Дениса Ярославского сегодня доставили в Печерский суд для избрания меры пресечения. Прокуроры требуют ареста на два месяца. Задержанный полицейский все обвинения отрицает и считает дело сфабрикованным. Меру пресечения избрали и еще одному подозреваемому в деле, Владимиру Бове. Суд постановил арестовать его с возможностью внесения залога в размере 134 тысяч гривен. На вопрос журналистов, кем работает подозреваемый, тот ответил предпринимателем. Как и Ярославский, обвинения в подготовке похищения отрицает. Елена Митясова, Юлия Жешко, Евгений Каминский. Подробности недели, телеканал Интер.